Братья-армяне, нас долгое время вводили в заблуждение в отношении нашего западного соседа, с которым мы несколько столетий наверняка были одной семьей, я говорю о Турции, спекулируя трагическими событиями, которые произошли в Османской империи в начале XX века, определенные силы, заинтересованные в нашей с вами слабости, в нашем беспамятстве, сделали при помощи исторических махинаций, фальсификаций, сделали из турецкого народа заклятого врага армян. В молодости я тоже придерживался такого мнения, такой точки зрения. Я просто повторял то, что говорили мои сородичи, они повторяли то, что говорили им, и все это мы брали из бесчисленного множества книг. Сегодня я убежден, что все эти книги, из которых следует, что турецкий народ – это враг армянского народа, а Османская империя была тюрьмой народов, написаны либо врагами армян, либо глупцами. Я понимаю, что моих усилий слишком мало, чтобы изменить эту ситуацию, но я уверен, что разумных людей в нашем народе достаточно, и они тоже разберутся во всем и поддержат меня. Начну с фактов, которые известны всему миру, и далее буду пользоваться исключительно этими фактами. После падения Константинополя в 1453 году Мехмед II, это самое начало Османской империи, Мехмед II, завоеватель, не тронул христианское население Константинополя. А напротив, он сохранил христианские институции и, во-первых, Константинопольскую православную церковь. Через восемь лет своего правления в 1461 году Мехмед II основал армянский патриархат Константинополя. Если говорить об изначальном отношении власти Османской империи к религиозным общинам, то следует добавить, что в 1492 году, во времена Испанской инквизиции, Боязид II, это уже сын Мехмеда II, отправил к испанским берегам турецкий флот для спасения мусульман и сефардов, это евреи. И впоследствии мусульмане и сефарды, прибывшие из Испании, тоже осели на территории Османской империи и были организованы в общине. Мы, современные армяне, очень трепетно изучаем византийский период нашей истории, хотя от него осталось гораздо меньше документов, подлинных документов, чем от Османского периода. Мы уверены, что несколько императоров в Византии были армянами по происхождению. Мы повсюду говорим об этом, мы гордимся этим, даже несмотря на то, что эти императоры в большинстве своем были развратниками, пьяницами, подлецами и убийцами, и гордиться тут особо нормальному человеку нечем. А многие ли помнят о том, что в Константинополе, в столице Византии, армянам было запрещено строить свои церкви? Многие ли хотят помнить о том, что только с приходом к власти османов армяне начали строить свои церкви в Константинополе и получили право организовать свой армянский патриархат? Однако именно ужасные-ужасные османы нам позволили и помогли это сделать. Судя по всему, именно с приходом к власти османов армяне стали полнокровными и полноценными гражданами государства, в котором жили. Я лично убежден, что армяне и были османами, что никакого деления в те времена на этнические группы или на народы в современном понимании этого слова не было вообще, а слова «армяне», «греки» и так дальше обозначали лишь тонкости конфессиональных различий. Но это лишь мое личное мнение, я все равно хочу о нем здесь сказать. Но вернемся к общеизвестным историческим фактам. Население Османской империи с самого начала разделилось на религиозные общения. Образ жизни в каждой религиозной общении был настолько уникальным, настолько был не похож на другие, что представителям разных религий, разных конфессий было очень сложно обустраивать совместный быт. В те времена религиозные обряды имели гораздо большее значение для верующих, чем сегодня. И в повседневной жизни им отводилось немалое время. Поэтому деление на религиозные общины было очень удобным и естественным. Кроме того, население империи делилось на касты, что тоже было естественным делением общества и остается таким по сей день. Причем абсолютно во всех кастах, сверху донизу, присутствовали представители всех религиозных общин. То есть не было и намека на какую-либо дискриминацию. Итак, Мехмед II, придя к власти, организовал все немусульманское население империи в три основные общины. Первая – это христиане-монофизиты во главе с католикосом, то есть армяне. Вторая – это все остальные христиане во главе с вселенским патриархом. И третья – это иудеи. Позднее эти общины превратились в милеты. Милет – это уже не просто религиозная община. Милет – это религиозная община, которая имеет свои собственные автономные административные учреждения. То есть суды, школы, больницы. Милет – это такое микрогосударство в государстве. Или, говоря современным языком, религиозная автономия внутри Османской империи. И согласно этому делению, административному уже делению, иудеи в Османской империи судили по иудейским законам, христианина судили по христианским законам, а мусульманина по мусульманским. Очень важно, что иудейское и христианское население Османской империи имело и время, и склонность к гражданским наукам. И целые отрасли экономики, преимущественно городской экономики, находились в руках как раз иудейского и христианского меньшинств. А мусульмане больше были склонны к военной службе, что приветствовалось и самим исламом. Наверняка для вас не новость, что христианину, настоящему верующему христианину, религия запрещает, запрещала тогда вообще носить оружие и тем более убивать людей, даже если эти люди твои враги, и они угрожают твоей жизни. Вот такие вот строгие правила прописаны для христианина в Священном Писании. Я надеюсь, мне не нужно цитировать сейчас Евангелие или Десять Заповедей, но если мы вообще серьезно к этому относимся, тогда к этому относились очень серьезно. Столетия назад люди называли себя христианами не потому, что они жили в христианской стране или принадлежали к христианской общине, а потому, что они исполняли христианские заповеди и соблюдали все правила общежития, прописанные в Ветхом и в Новом Завете. Поэтому и к войне, и к оружию у христиан было свое особенное отношение, и это одна из причин, по которой они не очень-то стремились заниматься военным делом. Однако, как полноправным гражданам Османской империи, христианам, конечно же, приходилось участвовать в защите своего отечества, и они делали это. Христианские общины, как и мусульманские, отдавали в армию своих мальчиков на обучение. Но при этом христианские мальчики, попадая в армию, принимали ислам и только тогда становились полноценными воинами, поскольку полное соблюдение христианских заповедей было несовместимо с воинской службой. Кроме того, мусульмане, христиане и иудеи в те времена были гораздо ближе друг к другу, чем сегодня. Все они назывались люди писания или люди книги. И смена вероисповедания ради права и необходимости защищать свою родину общую не расценивалась тогда, как что-то из ряда вон выходящее. Нужно отметить, что в массовом порядке христиане принимали ислам только ради прохождения воинской службы. При этом выходцам из христианской среды был открыт путь на самый верх, в самое высшее руководство османской армии, в том числе и на службу к самому султану. И здесь, как мы видим, никакой дискриминации не было. Мусульманское же население без каких-либо религиозных трансформаций прямиком попадало на службу в армию и обеспечивало защиту государства и порядок в этом государстве. Что касается нашумевших указов о запрете на ношение оружия христианами. Да, такой указ действительно был. Его можно почитать. Он был принят младо-турецкими правителями. Это был очень короткий, очень печальный отрезок истории Османской империи. Печальный для всех абсолютно, не только для христиан, для всех религиозных общин, для всех народов, которые к XX веку уже сформировались в современном понимании этого слова. Этому печальному указу предшествовали другие указы в середине XIX века, в которых ношение оружия запрещалось всем, кто не состоял на воинской службе или в органах правопорядка. И эти указы касались не только христианского населения, как нас пытаются убедить известные историки, но абсолютно всех граждан Османской империи. 400 лет подряд мы были одним народом. Мы были одной семьей, мы были османами, а потом нас разделили, научили ненавидеть друг друга. Это сделали худшие из нас по научению внешних врагов Османской империи. А Османская империя была одним из величайших, одним из красивейших государств на Земле. Она была нашей родиной, она была нашим домом. В следующий раз, даст Бог, поговорим об армянской письменности, об армянских книгах. Обещаю, как и сегодня, использовать только те факты, что известны и признаны всем ученым миром. Братья армяне, народ Гай, давайте вспоминать свою настоящую историю. Это очень трудно, но это очень важно. Это как найти своих настоящих родителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова